Царю Небесу! Отец Небес, мы просим Твоей милости и благословения на эти занятия. Помоги нам уникнуть Слово Твое, Священное Писание. И оно называется Словом Божиим, Святой Библии, где мы получаем ответ на все, чтобы спасти наши души, подтвердить свое избрание. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Второе послание к Арифинам, 8 глава, 17 стих. Ибо, хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. Толкование. Из чего видно, что Бог возбудил Кита? Из того, что когда я попросил его, то он с готовностью принял просьбу и не возроптал, но отправился добровольно. Ибо когда я еще не просил его, он имел уже собственное усердие. Вот все амбиции-то оставить. А может, у него занятия были какие-то, а может, родня, а может, болел. Ну, разные варианты. Только сказал Павел, говорит, нужно к Ариенту там пойти, принести письмо, сделать. Он сразу же здесь. Вот маленький стишок. Ну, как много он нам дает. А сегодня под разными предлогами, там, то заболел, то колет, то надо мне огород. Просят тебя сегодня, ради пользы ближнего, ну, мы должны сориентироваться как-то. Да и у меня там все заросло в огороде. Ну, сама знаешь, как. На скотина придет некому. Вот все это, лично-то, когда обзаведешься, а когда один стилет у тебя ничего нет, вот и вот он я. Зови меня, Господи. А когда Исаии, Господь говорит, никого нет, кого послать нам? И он первый вызвался, я, возьми меня. А Господь, говорит, ответил, грязные уста, и сердца нету. И взял ангел, хирургим там, серапим, уголь с щипцами и провел по устам. А так, говорят, это причастие. Не знаю. Но толкование, все это, есть такое. И вот нас сегодня, допустим, почему-то Господь призывает. Сейчас вот конкретно, что на урывке появилось несколько людей, верующих, но они не знают Писания. Пойдешь? А ведь мы проехали все до одного района, края. Это один раз съездить. И вы знаете, с нами ездили когда-то, были? Ну, ходили там под Степный, в каждый двор заходим, оставляем Евангелие, говорим, призываем. Много пришло? А как? Вот здесь большое село. Мы приехали, стали говорить. А которые узнали, где? Откроют нам клуб. В клубе договорились. И в это время позвонили священнику. Священник тут же, у них местное радио, и он сказал, никто не ходите. Это еретики, это сектанты. А он видел, знает, нет. Что он взял на себя? Нам, может быть, человек 70 семей обещали прийти, приходим, никого нет. А как так? Все люди обещали, и спрашивали, а потом узнали мы. А одна женщина пришла и говорит, он говорил, это баптисты, а я баптистов люблю, и говорит, я пришла сюда, они поют хорошо. А одна, единственная женщина. Хорошо, что хоть он баптистами назвал, не назвал нас там маркетанами какими-то. Вот как. И вот здесь, как, смотри, маленькие предложения всего, и расшифровка дается. Он с радостью пошел. Все у нас прекратилось это, мы не ходим сегодня. Ашарчины были несколько раз. А рядом там Хюменцево, там были. Все районы, их только 48 районов, да в каждом районе большие села есть, а там и только по Алтайскому краю. И когда начали дальние уже миссионерские поездки дальше, мы посетили 650 библиотек. И каждой дали полный комплект наших книг. Сегодня это 51 тысяча. Вот теперь умножь на 650. Нам обошлось это в 35 миллионов рублей. Так это не все. У нас работа-то не кончилась. Сейчас к истинному православию, эта книга у вас есть, 480 страниц. Сейчас готовым переиздать будет 880. Уже договорились. 5 тысяч экземпляров. Первый был тысяча, второй раз мы издали его 3 тысячи, сейчас на 5. Это только вес будет где-то 50 тонн. 5 тонн. 5 тонн. Это, представь себе, это сколько будет. И где теперь? Вот я уже договорился тут с Игорем, контейнер один у него взять. А Барнаул мне, Барнаулю, которые не дали согласия, это сюда-туда возить. А договорились, он его приподнимет, под него заложим бревна, чтобы сухо было. Ведь это не игрушка, 5 тысяч. И каждый этот том, он больше килограмма. И наше день кончилось, все после этого хотят издать, для слова Божия нет рус. Не знаю. Размах большой. И вот мы просили, трехтомик переиздали, Нового Завета. Теперь в этом проповеди, в стихах. Ну, это 500 экземпляров всего. И дальше пошли. Что Павел пишет им? Восемнадцатый. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, толкование. Одни разумеют Луку по причине Евангелия, им написанного. Другие же Варнаулу, так как апостол и неписанную проповедь называют благовествованием. Не распространяется в похвалах ему, как Титу, потому что он неизвестен был Коринфином, а Тит был довольно известен им. Впрочем, и ему сплетают достаточную похвалу. Ибо не просто говорит, что он проповедует Евангелие, но и похваляет. Не в двух или трех, но во всех церквах. Комментарий Игнатия Тихоновича. Слово благовестия есть Евангелие. Проповедь и главная цель – привести человека ко Христу. Вот за это и похвала от Бога. Коротко. Просто это место еще раз вспышка была. Вы сегодня ночью слышали? Я первый раз такое слышал. Я спал, плохо слышу. Бух-бух-бух, вот так вот, не как гром. А вот как бывает на тяжелом участке, идет там тепловод, тут-тут-тут-тут-тут, вот так вот. Я не понял ничего. Вышел на улицу, гляжу, сверкает. Сверканул, а потом там далеко где-то. Смотрите, погодя по воздуху, тут-тут-тут-тут-тут. Я сказал батюшке, он говорит, это волна идет, и в атмосфере такой звук дает. Я только перед этим считал. Ломоносор пишет. Видимо, так и было. Ну, еще помолился. И Господь напоминает что-то. Вот ложимся, недумаем. А это любая молния, гром, свидетельство, чтобы задумались о пришествии Христа. Это тут все жили люди. Ни одного и старых нету здесь. Никого нет. А там и самое старое. И заметь, как подробно. На Благовестие. А Благовестие – это Евангелие. А Евангелие, Евангелист Лука написал. Некоторые говорят, это Лука с ним был. А другие считают Варнава, потому что он распространитель, с Вапалом ходил. А нам разницы никакой нету. То есть, кто это второй, о ком говорит? Мы не знаем. А предполагаем. Возьми для себя это. Кого-то где-то посылает. Я говорю о прошлом. Ну, сколько лет там? Лет семь назад. Нет, больше даже. Проезжая Министерство Бульково, там где ветла растет. А там стоит Анфиса. И спрашивает. А когда мы поедем на Благовестие? Я едва удержался, чтобы не заплакать. Это все время еще и заодно идет. И узнала, что я еду или увидела меня. И единственный вопрос бросила. Да и не понимает, есть бы ехать. Это не кино смотреть. Она тоже трясется. И она все это видит. Сколько время прошло, и больше никто никогда не спрашивал из детей. Один человек спросил. Может, это уже не осталось. Я как-то говорила, когда она на воде-то была, на лодке-то. А теперь, говорит, ну приду домой, капец мне. А ты говоришь, откуда она это слово взяла? Помнишь? Не помнишь? А как раз и сказала это. Она пришла домой, говорит, я мокрая. Говорит, ну капец мне теперь. Вот так. Пошли. Девятнадцатый. И при том избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии нашему усердию, вашему усердию. Полкование. Хвалит мужа и суждением о нем избравших его. Не только, говорит, славится, как достойно благовествующий, но и избрана церквей сопутствовать нам, чтобы был общником нашим и в искушениях, и в опасностях. Это более приличествует в Арнаве. Избран благодатью, то есть на распоряжение подаяниями, чтобы служили с нами. То есть, чтобы и Бог прославлялся, и вы стали усерднее. Ибо когда принимающие подаяния люди испытанные, то ни у кого не может родиться подозрение относительно их. Это непросто. Мне Бог положил это на сердце. Когда переписывали, все из-за рубежа, посылки пошли. Ну, там разное все. Я ни к одной посылке пальцами прикоснулся. У кого дети есть, со мной едут на машине, на меня, но я расписываюсь на бланке. И до свидания. И деньги также. Я денег не вижу, которые поступают. А деньги-то поступают, книги-то выписывают. Кто-то раньше платил. Кто-то каким-то образом, ну, за все зацепился, чтобы послать книги. Вот сегодня тоже опять написал. Книги выяснили, там работают где-то. Для нас книги – это главный источник проповеди сегодня. Вот недавно приезжали Геннадий и Наталья. А они приехали-то откуда? В Ставрополье. Четыре тысячи километров. Не крещение принимать, ничего, а просто повидать. Как один говорит, я давно собираюсь к Игнатию приехать. А сейчас узнал, говорят, умер. А тут, ну, надо же, сколько я собирался никак, а тут вышел. Да он еще живее всех живых, говорю. А, ну тогда успею еще. Это вот наше отношение такое. И вот здесь другие подвигли на это. А вы это делали? Да, мы делали объявление. И некоторые люди, вот она, говорит, столько-то заработала, послала. А мы сразу, блядь, что-то остается. А подарили-то сколько? Вот 10 экземпляров. Единственное, которое я видел, 9 даже. Один мне там, я говорю, спрячьте. 9 экземпляров, а полная стоимость 8,800. И, кажется, ни одной не продали. Батюшки, батюшкиного другу, сразу пара, еще пара. И знаете, на душе такая радость, знаете, мы не оставили. Это показывает благодать Божия. Сколько радости, сколько у людей благодарения Богу. И то, что занятия, если не записывать, зима у вас проходит, у меня занятия, это неправильно. Какое бы ни было. Этот, Володя, там, что-то распахал, опилки туда. А сегодня спрашивают, косиница, скажи, опилки эти, урожай больше сделал или нет. Люди внимательно смотрят, когда знают. А другие только бомбардируют каждый день. Вот, прими меня такое-то. Я его принимаю, а он оттуда всякую гадость и голос издает ниже пояса. Всякую гадость. Ничего не сделаешь. Мир не состоит только из света. Есть и тьма. Вот вчера только несколько человек. Я хочу с вами познакомиться там. Я ему бросаю материалы, а он меня оттуда угонит. Такую городу специально охотятся. Сегодня по-другим. Они быстро основываю свою страничку, я уже ничего не посылаю. Мне-то ничего этого нет. Ну, всякие рисунки и гадости. Один, сколько это писал, Алмазов, фамилия, из Казахстана. Разузнали. Ну, я тут посоветовался с юристом. Он говорит, ну, другая, конечно, страна. Ну, если обратиться в прокуратуру, они могут той прокуратурой сделать. А он оказался там, у него приют разврата. А он сделал, что там делает. Надежда Васильевна там голову отрезает, ее. Она чужой грех там лепит где-то, как будто она это все делает. Ну, я обратился в прокуратуру. Быстро так. И у него там вот стоит, как говорят, шмон. Проверку. Все, закрыли эту лавочку. От него взяли, что ни разу он не зайдет. И как воду пропал. Все, больше нигде нет. Мы уже два раза обращались, когда вот такие были. Сразу уничтожают. Там власти, а тут прокуратура. И тамошная прокуратура прислала документ. Дескать, не появляется ли он? Нет. Все. Как-то беседовали мы, два архиерея наши, и патриарши в Барнауле. Ну, я говорю, ну, когда мы будем полностью вместе? А батюшка говорит, так, вместе. Вот у вас выходит такой-то и говорит, они потеряют и поклоняются бесту, а не Богу. Тот архиерей был Максим. Да вы что? А кто это? Один сидит. Да, это секретарь говорит. Это Георгий, Георгий Алтайский. Убрать! Я пришел домой, сунулся, нигде ничего нету. Чистое место. Под метелку вымело. А почему? Потому что не контролирует. За всякое слово отвечать придется. А это богохульство, и может Дух Святой похурить. И когда человек похурил Дух Святой, ему разницы никакой нету. Он хоть, говорит, черту залезет на спину, лишь бы за рога ухватиться. Ему никакой уже разницы нету. Тогда он полностью все переменилось. Вот этого надо бояться. А когда помнишь скелет этот, оуу. Сейчас говорят, что в шкафу у каждого скелета, то есть секрет. А у меня открыто. Версик скелет. Пошли. Двадцатый стих. Остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, веряемых нашему служению. Толкование. Достойно это Святой Души и многое попечительности и снисходительности Павла. Мы, говорит, послали этих мужей не одного, а нескольких, остерегаясь, то есть предполагая и опасаясь, чтобы кто не заподозрил нас, будто мы из подаяния употребляем что-нибудь в свою пользу. И не сказал, чтобы вы не заподозрили. Но от кого, чтобы не обиделись и не подумали, будто их подозревают в таком мнении о нем. И само, говорит, обилие, то есть обилие подаяний, легко может возбудить в злых людях подозрения, если не примем предосторожности. Какой у нас вот показан, люди приезжают там, что-то привыкли на дармовщин кушать, только ничего не делаете. Мы ничего не делаем. Но он, может, за всю жизнь только не работал, сколько здесь. Представь, Семаковский пруд выправил за один день. Там какой, как прорыв такой огромный, и все это тачками, тачками, блин, целый день. Ну, мужики-то крепкие, ловкие. И Павел говорит, что не подозрили, не заподозрили нас, поэтому наши люди. Но не вас мы не подозреваем, и сколько оговорок здесь. Ну, другие, когда услышат такое стещение денег и там золота, чего у них было. Нас не касается это. При свидетелях взялись, они отнесли, я их и не видел даже. Вот иногда люди спрашивают, а то у меня есть. Как? Приехал тут один и говорит, у меня командировка была зарубежная-то. Ну, и денег дали. Мы с женой решили, куда? У нас все есть. Ну, и вместе решили дать вам. Я говорю, жена-то тоже, жена доберяет. Ну, ладно, тут, когда напали эти обыста, проще это, я его сделал, деньги-то эти спрятал. Спрятал, да я не могу найти. Проходит год, второй, я все искал, искал, и нигде нет. Три тысячи долларов. А теперь три тысячи умножить на семьдесят, а то двести-десять тысяч. Вот деньги. Вот. Ну, и как-то там нынче опять было. Надают там рубашки там где-то. Я старое такое пришиваю. Надежда видит, чтобы внизу что-то нашило. А эту рубашку давно-давно не беру. А тут взял, что-то мешает. Здорово, сам-то там бери. Я в этот же денег перемахнул, кому надо, и все. Тот человек, который дал, то он знает, что я не стращу, не проем, не проезжу нигде. Мне Бог дал доверие людей ко мне в этом абсолютное. Мы это все делаем для Бога. И вот нынче сколько уже после этого, сколько новых душ пришло. А как? А мы находим ответ. И вот сейчас готовят это к истинному православию. Материалы новые, которых не было, вообще нигде не было. А обретены были. Ну и, наверное, уже через неделю, может быть, может быть заказ. Фотографии будет. Фотографии 96 страниц. И воины Ессеневские лука канонизированы. На это крещение такое, лжекрещение. Он смотрел так, не погружен, ничего не было. Никакого перекрещения, просто обманутый. Священников запрещал. Эти материалы у нас есть, и это все будет помещено. То есть там материалы очень сильные, и какие там правила существуют. Ну, а там обо всем. И платье, и иногда говорят, что это не так важно. Особенно десятине сегодня кинулись, и кто-то составил такой роли. Там беседует, что об этом говорит Андрей Ткащев. И потом, что раз, на экране я появляюсь. Я с ним нести не был. И говорю, я вот так и не понял, как он говорит. А другие, которые, нет, это ветхозаветнее. Там знакомый, не хочу говорить, священник. Это хороший священник. Но говорит, Слово Божие не знает. Не знает. Это было в ветхом завете. Это обрядовое. Какое обрядовое? Обрядовое. Действительно, это никогда не обрядовое. Потому что у нее не говорится, что она как была. И того не оставлять. Открыто было. И вот сегодня только ролик этот я вот скачал себе. Не умолкает. Вот никак человек не понимает, что это от жадности. Вам охота, чтобы торговля была? Да нет. Ну, давайте торговлю уберем. Как священство будет жить? А ведь большие храмы, там несколько священников, дьяконов. Ну, как? На что? Где? Ну, кто сколько даст? Ну, кто сколько даст? Даже в кино идет определенное место. В театр идешь определенное место. Там где ближе, дороже, то другое. Десятина была. Ее никто не отнимал. Да дело в том, что она Богу принадлежит. Люди никак не берут. Десятину не ты отдаешь. Ты только руку подстегиваешь. Десятина, десятая часть, это Божье. Господь не говорит, ты не отдаешь, потому что жадный нет. Обкрадываешь меня. Меня Господь говорит. Как считаем во второй, третью голову Малахии. Ну, можно это понять? Меня вы обкрадываете. То есть, это Божье. Она нам не принадлежала никогда. Я заработал, ты, девятьсот рублей, а Господь приложил сотню и говорит, пойди и отдай своей рукой. Это совершенно по-другому выглядит-то. Это не просто тать, вовремя раз, святотатис, похищает у Бога. И это мы можем легко показать Священным Писанием. Хотя, ну, опять же, вы говорите о себе. Павел говорит, говорит, 2,18 Яков, покажи веру твою без дел твоих. Ну, без дел. А я покажу тебе веру моих и дел моих. Почему не боится сказать? Павел говорит, я более всех в опасности, более всех перечисляет, перечисляет. Зачем? Это увлекает. А как это может? Это определенно. Мне было 23 года, когда я впервые увидел Библию. Я впервые в беседе приглашенного услышал десяти, но я еще не знаю. Но, говорит, Господь, открою небо для тебя и пролью на тебя благодать. У меня все есть. Сто процентное здоровье. У тебя не знаю, у кого здоровье сто процентное. А там тебя проверяют море. Там тебя если пока похищают полчаса, ты будешь опрасно, чтобы подучара ел. Здоровье сто процентов. Деньги у меня всегда с собою. А в душе пустота. И вот в этот момент я услышал в десятинии. Никому не говорил ни слова. Я только подумал. Но подумал, так буду платить 9. Вещь не слыханная. Тысячу заработал, 900 сразу отдаю. Ну, считай, 62 года. На этом поприще ни разу. Ну, с пенсии не положишь. А так всегда было. И все, а куда ж на деньги девать? Я говорю, куда? А отделены северо-западные 144 баптисты. Совет церквей. И у них тайно печатали Евангелие. Библии. И Библии Новой Заветы. Где-то в Прибалтике. Где-то под землей. Их там, говорят, с вертолета облучали, искали где. И Господь позволил все туда отправить через баптиста. А там написано, продажа не подлежит. Бесплатно. И поэтому любое дело, которое начинаю делать, и Бог, и все. Вот как будто бы впереди меня 100 человек прошло. Даже вот сейчас, которые по изданию опять стали. Или где-то беседы, или вот так, о крещении. Это просто нельзя. Никак. Почему мы оказались здесь? Люди, которые этого не понимают, пришли. Открыть, что потеряют, кидали статус. Это не опишешь, какие трудности были. Потому что все депутаты района, все против были. Батюшка, даже в Москве, белый дом был, топтал ковры у них. Надо ценить то, что у нас есть. И вот Господь, который дает нам считать сегодня где, и мы видим, они боялись нареканий при таком обилии. Но тут-то если там тысяча какая-то, это не деньги сегодня конкретно. А платили-то бумажные денег-то не было. Это весь золото был. И при таком обилии, а, да это Павел, он только деньги. Это сегодня говорят. Церковный бизнес устроили. А там не было. За крещение никогда не брали. Это симония, смертный грех. Молиться за, записки подают за каждое пять тысяч или что-то. Это все симония. Этого не было. Конкретно люди нуждаются в пище в Иерусалиме. Трудности большие были у Каринфил. И вот к Ефесянам там было. И нужно приложить было все силы, чтобы самому не запятнанным быть. А вас не упрекали где-то? Меня очень трудно упрекать в этом деле. Машины нет. А что есть, служит для другого. Вот здесь. А вы столько тут домиков перекупили. Ну, я перекупил. И что дальше? Что, запрет? Я перекупил. Потому что люди уезжают, у них приходят ко мне. Он уезжает, никто не берет. Ну, возьмите хоть как-то. А теперь я что, я их продаю? Вот он приехал, Иван. Милость, урочем. Я же ни копейки с него не беру. Я могу посоветовать. Который недавно приезжал с Новосибирска. Вот, напротив, который дом. Да. И он строил, который домик. Но я посмотрел, вряд ли его будем продавать. Потому что, когда много наплыв мужчин, они еще там, где-то в том домике там были. Он прекрасный для этого. Я вообще в деньгах не разбираюсь, что надо. Потому что я не трачу. Вот сейчас я приезжаю, сказал, пенсию узнать, сколько есть. Снимает у меня там. За шесть месяцев с братом пополам. У него ниоткуда нет ничего, чтобы порога было. А там минимальная пенсия, да еще мы разделим пополам. И голодной не будем. И когда я говорю, когда вначале переводить Библию, Айроты, это горный алтарь, а библейская общество сибирское, там Булатов Алексея Владимировича, он два раза у нас только был. С пенсионерами. Добровольное пожертвование. Говорит, выше на первое место. До Дальнего Востока. Всегда шестизначная цифра. Это Бог делает так. Люди пенсионеры. Пенсии-то небольшие. Жертвенные. А что им надо покупать? То-то, то-то. Отправляют людей в Санкт-Петербург. Ищите еврейский язык. Это большое дело. И там наша частичка будет. Пошли дальше. 21 стих. Ибо мы стараемся о добром не только перед Господом, но и пред людьми. Толкование. Смотри, как беспокоилась душа Павла, чтобы не подать братьям повода к соблазну. Ибо не сказал, я чист, пусть клевещит, кто хочет. Но как пред Богом говорит, так и пред людьми. Стараемся о добром. То есть стараемся явиться безукоризненными. И чем они слайбее, тем более должно снисходить им. Потому что мы снисходим и малым детям, когда нянчим их. Видимо, это все исполняем. Я вообще денег не вижу, не знаю. Везде рассылают. А Господь так делает? Не потому, что это написано, а просто от природы-то дал Бог. Где-то кто-то, я говорю, так воздержусь, такие деньги мне как раз надо, я бы взял. Я считаю, их нету. А нынче у нас искушение, какое было одному. Дядя умер, и дом подписал. И он его продал, видать. Я хочу участвовать. Поучаствовал, там миллион с чем-то скинул. Скинул, ну три дня прошло, затребовал назад. Вещь неслыханная. А мы их уже отдали. В плен взятые были люди, семья. Выкуп нужно было. И я сказал, я не видел денег этих. Я сказал, заплатите. Эту семью надо вырвать. На свободу, пока есть деньги. И когда вырвали оттуда, а он в это время, я говорю, деньги-то на небе уже были. Эх ты! Я тогда стал молиться, и буквально через день у нас снова появился миллион. И мы сразу вернули там, швистил торцами. И на этом все. Больше от него никогда ничего не берите. Не надо. Я говорю, ты лишился. У тебя нигде ничего не было. На небе ты был. Господь все отнял. А люди эти, благодарность не вырвали. Они ко мне приехали, на дом благодарят. На моего-то там ничего и нет. Представляю, полная свобода. Это бывает так. Ребенка где-то там украдут. Или там заприняли. И теперь требуют выкупа. Кавказский пленник, Леонид Толстого, там Жилин и Костырин. Кто-то считал, наверное, как требовали. А он бежал, а тот день не ждал, когда пришли. Полумертвого вытащили. А я тут все-таки убежал. Ну вот так. Ведь я вот на все даю пример. Почему? Потому что если бы я уснул, ничего бы не делал. Я сегодня спрашиваю брата. Я говорю, ты сколько раз за службу уснул? Он говорит, ни разу. А я говорю, а вообще раз? Сколько раз? Ни разу. Вот это да. Как говорят, удивил. Я говорю, ну я раз в 15 заснул. И рядом Валентина стоит. С этой стороны там еще сестра наша стоит, Наташа. И никто даже не заметил. Это у меня секундная. Я во время покона и как будто бы он меня вырвал кто отсюда. Я даже пошатнулся. Ну, достоял до конца и упал. А почему? Одна женщина написала мне письмо и говорит, у меня все хорошо идут. Но я засыпаюсь совершенно невероятно. Даже во время хода могу уснуть. Это что за садомной такое? Прям говорят о божестве, но я сразу раз и заснула. Как? Я только прочитал, как мне вылечиться или у тебя на лекарь. Ты сам уснул. Это я сегодня-то. Я могу бы не говорить, но так интересно. Я уже не моргаю на батюшку, смотрю. Но только поклонился, и батюшка исчез, и все. И вот самый момент, когда я расправлялся, в это время доля секунды, но я уснул. Я не спал там, чтобы кто-то заметил. Нет. А почему? 20 минут первого был, я уже сидел за компьютером. Столько людей, ответы. Я еще ложился, потом выходил. До сегодня воскресенья мы не собирались на молитву. Видите, вот, нету Никиты, а мы как должники. и как он там теперь, мы каждый день, я просто молюсь, а молюсь и говорю, Господи, и опыта-то у него никакого нету. Как в прошлом, когда было по березкам, батюшка говорит, его судить, у него опыт, если ему это все равно, перманить, перманить, дом родной. Батюшка-то вас говорит, сдал. Я сдал, так и взял тайно. Итак, пошли дальше. 22 стих. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердием много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности у вас. Толкование присовокупляет и другого, называя его братом, и одобряя его на основании испытания и суждений как человека усердного во многом, и оказавшегося таким многократным. Возвышать так речь свойственно похвале. Ныне же, говорит он, сделался еще усерднее, как бы в надежде, что вы подадите более щедрую милостью, которой он служит. То есть, если должно сказать что-нибудь о тите, то скажите, то скажу, что он мой товарищ, помогает мне в научении вас и доставлении вам пользы. Или, если вы сделаете что-то для тита, то сделайте это не для обыкновенного человека, но для товарища моего. Ну да, товарищи, которые проверены. Вот у меня такие люди, ну, сами как-то появились, и средства идут через них. И раньше было, человек там то уехал, то что. Вот как Бог все делает, прямо никак. Когда храм был один, до Славгорода не было нигде. А тут-то бабки приезжают, а ночевать-то негде. И оказалось, еще один дом продается квартира. Хорошая где у нас была, 147 квартир, один Никитина. Ну и сразу ко мне. Сколько бабок-то. Они выйдут из церкви, одеваться-то некуда, до утра-то. Они на вокзале везде. И вот как интересно, я получал мало, а печи клал. А печь делают они неделю вдвоем. А я за день две пищи выкладывал. Деньги большие были. Ну, прям сразу купили. Надежда Васильевна там, на тележке, на чем привозила там. Ну, мусор бывает выбрасывает, топиться. Я один раз только зашел туда, а бабки друга так толкают. Хозяин пришел. Хозяин пришел. Это, понимаешь, вот даже по квартирам откоснулся вопрос. У меня опыт есть такой. Подписать надо дом молодым. Я молодым подписал. Когда, если и надо будет, у меня-то на строительный, там барак, а этот туда пойдет. А этот на кого подписал, он ушел из общины и стал меня поносить. А теперь мне говорят, он жил, тем более, раз он враг, это он, это его, а мое-то, мое-то слово в силе. Ну, и там, риэльторы пока помогли, пока дом, все-таки, а там строители, были какие-то, южные народы, из квартиры надо было перекупить. и так все получилось удивительно. Я тогда сказал, сколько надежды холпотало, возьми, а остальное, я не видел деньги, а отдать этим людям. Да, я уже второй раз слышу, кто ко мне подходит через вас? Одно и то же говорю. Я сказал, деньги мне принадлежат, я могу им распорядиться? Пойдите, найдите его, которому подписано было, когда он был в общине, и заплатите. Он возьмет, он нуждается, дети подрастают. То есть, ты на это настроен, это, я буду в скелет завтра, и что тогда будет? Это он ушел, я никуда не ушел, я тоже в общине. Иди отнеси. Пошли, отнесли. И он на время только забыл. А в прошлом году, когда мне начали, он сразу вылез, и добивайте его, добивайте. Да уж пообразить нельзя. И что, я только посмеялся сам над собой, да и все. И нисколько мне от этого не хуже. Полная свобода. А там квартира-то, которая здесь, две-два квартиры, сразу у меня появилась, когда суд-то я выиграл, где на полцаново. А там-то ломают бараки, забрали за бараки. И за бараки тоже деньги. А Надежда Васильевна платила, дели пополам. Пошли, на двоих перевели. А мои деньги сразу ушли. А ты потеряешь их. А я не потеряю никогда, потому что они ушли туда. То есть вот косуло с домов. Тут как-то был у нас Миша Никитин. И когда мы вышли, он говорит, вы сегодня против меня говорили. Я говорю, а как? Да вот меняете машины. Я говорю, а как-то узнал, что против тебя. Ну вы же ничего не понимаете. Моя машина была такая, сейчас хорошая. А почему ты решил, что я не понимаю? Я жил на квартире у хозяина, который машины ремонтировал. Я говорю, да. А отец Александр тут был, Желтухин говорит, Миша, а я подножий Игнатий против меня говорил. Слово Божие говорит. Я тебе не называл ни фамилию. Я сказал только, машины все меняете, как каждый день. Ну, сказать-то нельзя. В обиду он зайдет. Пошли дальше. Проверенные браты, которые проверенные, они у меня не возьмут. 23 стих. Что касается до тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей славы Христовой. Толкование. То есть, если желаете слышать что-нибудь о других, то и они имеют великие права на ваше доверие, ибо они братья наши, посланы и избраны церквей. Что всего важнее, то поставил в конце. Все, что бы ни было в них, говорит, относится ко Христу. Видите, какими маленькими строчками и как многому нас наущает. Вот ты имей такого доверенного человека, которого подозрения у тебя никогда ни копейки не будет, а через него основная сумма будет идти. У меня, если там было почти, перевезали почти 5 миллионов. Это реальные деньги, я их не видел. А теперь, чтобы привезти из Можайска, трехтомник, 220 тысяч. Только за перевозку. И все, нашли деньги. Откуда только не было, я не знаю, но я знаю, что очень издалека, издалека, из такой далека, из океана. А как его знали? Я не знаю. Люди не знают, как. А один переписывается, 50-ник в Америке, я уже говорил об этом. Вот. Я говорю, а как вы меня нашли? А как? Я спал, а он поехал за больными, там ухаживает в Америке, ему платят, он 50-ник с Украины. Вы подошли, как пнули меня. Чего развалился? Вставай на молитву. Он, я говорю, я испугался, я спрашиваю, а кто ты такой? Я говорю, Игнатий Лапин, я утром в интернете вас нашел, тогда. Ох и больно. А другой с Австралии в это время, тоже пришел, говорит, и как пнул меня? Я говорю, а я вас знал, никогда не знал. Это Бог делает. Я конца ночи-то дома, вовремала и бываю, хожу, пинаюсь там, ну куда-то всех звал на молитву. И теперь человек готов все отдать. Это Бог делает так. Через это он понял, что тут обмана никакого нет. Когда я рассказываю, надо еще Бога прославить. Тут мне никакого, моего там еще нету. Это даром получили, и говорят, даром давайте. А как вы узнаете? Ну что Бог открывает, то узнаю. Я говорю, вот эта женщина с Германии звонит. Операцию делает, один только внук. И операцию делать, или не делать. Я говорю, а что, в Германии молиться некому? Есть, но сказали, что вам Бог отмечает. Ну я говорю, пока говорили, я помолился, если так, вот если вы поверите. На седьмой минуте операции ребенок умрет. Молиться или не молиться? А почему? От меня это не зависит. Но если это так, вы согласны или нет? Я эти исцеления-то не прошу. Я прошу, да будет воля твоя. А воля-то Божия, это главное. Так не умрет. Да Бог его знает. Вот тогда помолитесь. Так он помолился, часа, сколько там, 4-5 прошло. Температура зашкаливает. Помолитесь. Ну тут я сам близ, она отстрят уже звонит, температура резко пошла вниз. Это Бог делает. Моего ничего там нет. У меня своих болящих ночи, 4 болящих одновременно меня поцепили. Две летали исход, то есть смертельные. И обе отодвинулись назад. А это-то говорит, как лечить боли. У меня боли-то нету. У меня нет болезни. Это истерность колени, истерность. И поэтому, слыша многие молитвы, я благодарю всех, кто молился. Дальше. 24 стих. Итак, перед лицом церкви дайте им заказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Благование. Теперь говорит, покажите, как вы любите нас и как мы не напрасно хвалимся вами. А покажете это, если им окажете любовь. Ибо то, что сделаете для них, сделаете пред лицом церквей. То есть, для чести церквей. Ибо они представляют собой лица церквей, пославших их. Вот этот, который был, он распространил о нас в письме. Вот в Барнауле такие-то люди, православные, а они-то, видно, там протестанты. И он привез тут трех американцев. Кажется, женщины, мужчины. Так мужчины, они, американцы тоже. Ой, какие у вас женщины красивые. Говорят, а платки красивые. Вы своих-то оденьте, и ваши будут красавицы. И он показать, кто так много жертвует на издание, перевод Библии для уротов. Ну, это на практике они были, тут столько радости было, вот как эти Геннадий с Натальей. Вот понимаешь, мы окружены особой радостью, благодарением Богу. Вот мы, я утром приду, в окно уткнусь, там стою, батюшки, когда нет, я готовлюсь к проповеди, а здесь он подойдет. Давайте на улицу. На улицу вот вы идете, ну и что там, ленька посудит. Еще его нет, не знаю сегодня. Он, видимо, и дома из 12. Его не предупредили, наверное. Не знаю, что с ним происходит. Ну, вот такое дело. В любом деле, везде, где бы что ни было, вот сегодня бракосочетание Михаила Фаста, сын Яков и Анастасия, она как-то через родителей связана была с евреями. И у нее большая беседа, интервью, Виктор Николаевич Савченко говорит, год назад еще выставили. Вот я говорил, как она сказала, слышала? Это удивительное дело. Сегодня, ну, до этого там была помолвка, как называют, а сегодня уже, видимо, венчание. да благословит Господь. Я отцу Михаилу просто хотел выразить удивление, благодарность, что так сына воспитал. Я его не знаю близко-то никак. Я знаю только, что он от отца Геннадия умер. Одного спросили про меня, он говорит, я от отца Геннадия, а он от меня, поэтому я ему внущаткой говорю. Внущаткой. Какая-то фамилия такая, у нее такая, как будто бы... Кривенко. А? Кривенко. Ребен, ну что это такое? Кривенко, Кри. Я говорю, у тебя фамилия тогда прямая, или прямолинейная какая-то. Она ничего не скрывает. Я с ней переписывался, она была сильной к евреям и постепенно пришла сюда. Они теперь не говорят это. Так что она мне совершенно не чужая. Да благословит Господь. Чужих-то нету никого таких. Вот сейчас мы молимся, мы не присланики тут Александра, там этого Давыдова. Максима вашего. Каждый день молитвы поминаем. Каждый день. Мы не просто поминаем, мы несем их на руках. Мы говорим, как должно быть. Если он на альтернативное не попадает, вовремя не прислушался, уже никак не помочь. А Никита сделал. Интересно, за полгода надо раньше принести исправку. А, кажется, в Белоруссии у них за 10 дней. Вот по-разному. Пошли дальше. Девятая глава, первый стих. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым толкованием. Столь долго рассуждал об этой службе прежде, и снова намереваясь беседовать о ней же, говорит, что для него излишне писать о ней. И делает это мудро, чтобы более привлечь их. Ибо, когда Павел имеет такое мнение о них, что для них не нужно совет касательно милостыни, то им стыдно было бы оказаться впоследствии ниже доброго мнения о них. Вот о чем думают. Я тебе доверен, Павел говорит. А мнение будет изменено. Это все подчеркнуто, это в глубину пройти. Мы-то так не напишем. И вспоможение, помощь. И вот, когда думаешь, как уничтожался русский народ, а Солженистин только одно говорил, чтобы постигли, что сохранение русского народа. Почти по миллиону уничтожает каждый год. И уезжает, а оттуда не переезжает. А как думаешь? Не знаю, потому что священники не свидетельствуют открытую о Боге. Корень здесь зарыт. А говорит, а мы никого не принуждали аборты делать. Да, не принуждали, но и не считали за грех. Священники приезжали за каждый аборт 10 лет за дверями. Правило Василия Великого второе. Легко запомнить. А здесь ничего нет, 40 поклонов сделай. 40 поклонов за убийство. Так это какое убийство еще биомасса? Ну, пройдет 5 лет, и тебе показать 5-летнюю девочку, ты считаешь убийство, так ее теперь нету. Интересно, в Китае один додумался, а который абортирует, то он не успевает перехватить их и покупает мертвых. Они их отправляют куда-то там на свалку, а он отдельно купил землю, и имена их выставляет, кто как будто бы, и у него целое кладбище, а теперь которая мать-то одумалась, она может прийти. вот какие люди есть. Вот одно считал, смотрел китайц, он говорит, занялся что-то, металл какой-то добывает, руды, и страшно разбогател, что люди живут в такой селе. Село небольшое, там, 300 человек, и он всех переселил в палатки. Это место убрал, очистил, асфальт, провел самое современное. Почему? Я из этой деревни был, пусть они знают, то есть у него даром я не прошу, так это язычники, у них Бога-то никакого нет, у китайцев. Будда-то не Бог, это человек. Дальше. Второй стих. Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами пред македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Паркование. Я и сам знаю, говорит усердие ваша, и не только знаю это, но хвалюсь перед людьми, что готова вся Ахайя, а не один коринф, и что ничего не остается, как только чтобы пришли к вам собирающие милостыни. Итак, мне стыдно будет, если похвалы мои окажутся напрасными и ложными. Выше, македоняне доброходно и просили нас. Как же теперь, говорит, и ревность ваша поощрила многих. Не сказал всех, но многих. Одни доброходно и просили нас, а другие были возбуждены вашей ревностью. Бемногие нуждаются в побуждении. Иначе мы не советовали их, не убеждали их, а только вас хвалили. И этого достаточно было к их убеждению. Смотри, как побуждает и коринфян, примером македонян, и македонян, примером коринфян. Вы, говорит, сделались учителями для них. Не окажетесь ли учителя хуже учеников? Вы еще найдите человека, как опять-таки говорил, указано мне, чтобы от руки переписать это все. Я впервые это встретил толкование у беспоповцев поморски в Литве. корабль стоял там на ремонте и я вот если вы знали у меня что было тут сначала Евангелие Матфея по порядку от оттолкования. Он хороший такой был плотник, помню, сколько еще не на пенсии, а у него две девушки были. Идут такие косы у них, я косы сильно любил. И пройдут передо мной туда-сюда там в комнате. я не вижу засело они еще смотрят что-то да хоть бы взглянул скорее 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 пока ну и что 24 глава только началась и наш корабль вместо второго по Балтике а теперь я найду продолжение в Новосибирске и опять переписать вот это вот а потом все это перепечатать а перепечатать по ней я буду вести занятия в университете вот какая любовь а потом придет что дать а ты думаешь что сам издашь где ошибок не будет никаких никогда даже вообразить нельзя а не только издать а переиздать это у меня третье издание сейчас было ты тысяча экземпляров второе два а эти не знаю три что ли сделали потому что трехтомлик умножить на три то уже вон куда идет вот как назад туда смотрю туда в то время то сказали а потом придет время у тебя будут склады с книгами люди писали сколько разговаривали 650 из тысячи экземпляров библиотеки получили когда тут обратились в одном месте кто-то книги да такое а тот обратился и Москва подтвердила мои книги находятся в центральной библиотеке Ленина в исторической и парламентской и в свободном доступе и тогда это библиотека которые сказали если главные библиотеки нашей страны не запрещают какое мы имеем право запрещать там свои специи которые все проверили но тут еще нет и эти все сразу заглохли и у меня этот документ есть на руках лишь ссылка на то что там а тот главный когда узнал мужчина он там библиотека имени Ленина в Москве и он документы мне на все выдали на все на все и что за это получили ничего мы же поехали даром сдавать и сказали вот в то время вот у вас кончается первое будете еще сдавать никогда бы не поверил это невыносимо и вдруг сейчас появились люди которые помогают помогают корректировку вести это запятые более грамотно вот ну и это вот черно-белое а теперь светные фотографии сделали ну остается пять минут ничего уже нет даже уже рядом стоял и не поверил и поэтому моего тут ничего нету Бог дал друзей и очень внимательно смотрят вот одна женщина здесь многие помогали Ирина звать Кондратюк она из Белоруссии и она проверяет мне даже я знал что Е но такого не ожидал она вот если тут у вас слово одно Е там поставить то знак надо двоей точкой запятой и тогда смысл меняется я посмотрел правду я это даже не замечал так у вас что здесь Е или И стоит я говорю давай-ка весь текст сюда туда она все скидывает и ничего не надо трогать вот я и хотел узнать потому что смысл другой утром только встаю она опять накидала корректировка идет где-то одна я считал она судья она филолог она специалист и он ей бывает выступает женщина вот ее ну запомнишь Кондратюк Ирина она ни разу промах не сделала вчера что-то там сказала видите я не знала и сказала я забираю свои слова ну сказала там куда-то не надо писать а то ты вот покаялся вот такие новые люди и она сейчас где-то в отпуск уехала вот я не знал никогда ее повторяю и которые были другие там маленько там проверят бросил и все это не бросает одна вот кристину православию она почти все одна проверяла у них там разница 4 часа если я в 10 часов то у нее а если у меня здесь 9 а там только 5 все время вижу она там вот дал Господь и все это бесплатно я не могу даже книги послать потому что она в отпуске в деревне я просто этим настраиваю на то что научитесь видеть милость Божия и благодарение сердца какие люди есть вот мы еще опять новые люди появились а вот это приходила корова дает Девора звать теперь вот простое дело вот я попутно скажу Девора ее теперь уже зовут как она Горян или как то я помню это ну армянка армянка а она в призву как у генерала и там который я звонил второй генерал тоже и одного генерала договорились в среду этой недели чтобы они были в орденах и она здесь мне фотографии для книги нужны и там офицер один без разрешения в город уехал какой-то пост я не знаю и обратно на обратном пути погиб этого срочно вызвали от его подчиненных как он может пост оставить офицер что там за тот что без разрешения выехал сегодня ночью получил ну что я никого не знаю как звать но видишь как непредвиденное они уже согласились эти генералы все сделают очень они боялись что она не вернется она приехала говорит а глаза прям светятся он говорит вот бог дает а то у меня на занятиях в университете пришел кажется ректор это как директор 28000 допустим тысяч студентов огромный университет там сотни преподавателей он заходит что это за люди у вас я говорю тут все 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 милиции кого-то ика нету так у вас буквально воздух светится здесь и люди листы какие-то светятся я говорю ничего не вижу как не видите тут уже открыто все видно один к нам пришел красный магазин тогда был главный магазин барнаула что-то у нас с ним какое-то дело я просил он пришел у нас занятие он только дверь приоткрыл и остановился а что у вас это за дом я говорю так вы не видите какая аура тут какая аура а мы сидим занятия идут библия считается вы сидите где как вроде радуга какая-то людям бог открывает почему это все бескорыстно с верой и господь показывает а вы видели когда спрашиваешь ты меня когда меня если кто-то будет за 15 минут я прошу у меня высокий стул вот так вот ложись наложись иначе я упаду я к дверям подбегаю кто кто никого открываю никого нет я тогда господи прости меня на завтра засыпаю уже сидя минут 20 ровно 20 минут через 20 минут даже дыхание слышу прямо около головы ну я думаю что это не злая сила тем более на душе такая радость вот когда мне операцию делали позвоночник это в рот затолгали шланг наркоз такой и я потерял сознание вижу я в лагере и там где играет большой зал и вот на скамейке сидят дети и какие-то светлые светлые такие как юноши что-то каждому подходит ребенка что-то дают а я стою смотрю и в это время меня начало отходить это исчезло то ли думаешь об этом или что никогда так не видел а вот такими ночами я все время где-то бываю что-то забываю какими-то закоулками там вылажу вылезу все равно а на душе такие переживания были люди дорога я потерял их господь на все настраивает почему иногда и во сне не бывает настроение вот сегодня мы пришли сюда сейчас мы уедем вы нас не забывайте наш путь идет туда а потом туда и там Виталий запишет Виталий у меня два прибора лежат с собой вопросы вопросы ну Игоря конечно нету и Лены нету кто уехал да благословил Господь если ничего нету то и все у нас достойно наверное стойко и сердце на мою стину блажите тебя Богородицу присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую Херувин и славнейшую без сравнения с Серафим без средняя Бога Слово родшую сущую Богородицу я величай Игорь поблагодари Бога Господи мы благодарим Тебя за Твою милость и щедроты за Твое благо за этот воскресный день за эти занятия за все Твои милость и щедроты благослови Господи путешествующих сохранил дороги от всякого зловидней в мире Слово Твое да вселяйся нас обильно со всяким смиренно мудрием Тебе хвала слава честь и поклонение отец и святой дух Аминь Аминь